Роберт, давайте на самом деле на русском поговорим, потому что мы часто говорим на армянском с другими собеседниками. И вот наша русскоязычная публика считает, что я вообще ушел от русского языка, хотя мы сейчас увеличили общение на армянском языке. Но я вас попрошу на русском ответить, чтобы русскоязычная публика, которая нас слушает в России, например, в Белоруссии, в Украине, тоже могла получить ответы на русском языке. Сначала я спрашиваю, как вы себя чувствуете, какое у вас настроение и связано не только с политикой, но и с погодой, со здоровьем. Как вы себя чувствуете, как у вас дела? Спасибо, спасибо, все хорошо. Готов подумать о политике с вами. Хорошо. Сейчас у нас ситуация следующая. С одной стороны, огромное количество фейковых каких-то вбросов, которые устраивает и армянская оппозиция, и Россия, которая не заинтересована в мире, в нашем регионе. С другой стороны, мы слышим оптимистичные заявления, которые делают представители армянской власти. С третьей стороны, мы видим, что Европа достаточно жестко высказывается насчет того, что она не потерпит изменения границ суверенной Армении и много других заявлений, которые должны, собственно говоря, отрезвить горячие головы в Азербайджане, например. Также мы видим, что есть очень здоровые заявления министра иностранных дел Турции, которая говорит, так же, как и Эрдоган, что они заинтересованы в том, чтобы был мир в нашем регионе. Последние заявления Ильхама Алиева после встречи с Пашиняном тоже были достаточно оптимистичны, если, конечно, можно верить в них, потому что мы уже были свидетелями не раз, как эти заявления через неделю менялись на агрессивные и, честно говоря, противоречащие тому, что было сказано до этого. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Связываете ли вы большое количество жестких заявлений по Армении со стороны Европы с тем, что все заняты Украиной, и всем хочется, чтобы силы были брошены именно всего мира на борьбу с Россией из-за конфликта в Украине, поэтому не хотят сейчас напряжения в нашем регионе? Или это долгосрочная позиция Европы, которую должны услышать и в Москве, и в Баку? Конечно, в первую очередь нужно сказать, что этот факт имеет место. В мире очень многие и в основном основные центры силы сейчас находятся в такой ситуации, что все ресурсы пытаются отправить на Украину, чтобы противостоять российской агрессии, но нужно сказать, что по армяно-азербайджанским отношениям имеет место несколько факторов. В первую очередь то, о чем вы сказали, то, что из Запада приходят жесткие меры, не меры, а жесткие заявления, что, конечно, в первую очередь коллако для Азербайджана, но есть и другие факторы. О Турции тоже вы сказали, есть фактор того, что Азербайджан сам не хочет в этом этапе какую-то, не знаю, полномасштабную войну или военные действия начинать, в первую очередь из-за того, что цели нет вот этой войны, вот такой цели, которая бы стоила того. О так называемом Зангезурском коридоре не приходится мечтать, сейчас, так как это в первую очередь будет нарушением суверенитета Армении, а об этом, мы уже сказали, что очень много жестких заявлений не только от Запада, но и от Ирана, например, от Индии, например, и так далее. И еще здесь есть кое-что, о чем мало говорят, это то, что конкретно Азербайджану этот коридор не очень, не вот так, ну скажем, что не самое важное для Азербайджана. Для Азербайджана было самое важное взять Карабах, они эту цель достигли и поставить под вопрос то, что они уже изобрели и пойти на, не знаю, на что-то, что не целесообразно сейчас, Алиев не хочет, потому что, несмотря на то, что я не люблю Алиева, наверное, не меньше, чем все остальные армяне всего мира, но он очень хитрый человек и хитрый политик, и он понимает, что нельзя поставить на кон самое большое то, о чем он говорит десятилетиями, для того, чтобы, если будет удача, взять маленькое, которое не сравнимо с тем, что он уже взял. И нужно сказать, что вот из-за этого можно на нижнем этапе исключить возможность полномасштабной войны, и с этим еще и связаны заявления, которые оптимистичны, конечно, я согласен с вами, из Баку последние заявления. Плюс ко всему этому оправдались надежды и армянских, и западных экспертов и политиков о том, что после выборов Алиев поменяет свое видение армяно-азербайджанских отношений, и все то, что он говорил до этого, было на то, чтобы он собрал как можно больше голосов, как можно легитимнее быть в результате выборов президента. Он эту цель тоже достиг, и сейчас уже ему не нужно притворяться, не нужно вот по-армянски, не знаю, как будет по-русски, со всем миром. И сегодня Азербайджан вернулся в положительное русло, можно сказать. И вот оценивая ситуацию, которую мы имеем сегодня, можно сказать, что процесс продолжается, процесс нормализации ситуации в Южном Кавказе, и в этом свою долю имеют и Запад, и страны региона, и Азербайджан тоже, и Армения, само собой. Нужно сказать, что этот процесс не обязательно приведет к миру или к какому-то соглашению, но сам процесс уже по своей сущности обеспечивает мир на данное время. Ну, вы считаете, что в этом году будет все достаточно стабильно, то есть, судя по тем заявлениям, которые делают и турецкие политики, и азербайджанские, и европейские, и американские, вот последняя новость вчера была, что Байден, тоже поздравляя Алиева с праздником, жирно подчеркнул, что необходимо работать над миром между Арменией и Азербайджаном. Вы считаете, что Запад дал очень большой сигнал всем странам за Кавказе, что с одной стороны он за территориальную целостность Грузии, Армении и Азербайджана, а с другой стороны он хочет видеть эти три страны, скажем так, подальше от России, чтобы, то есть, вы считаете, что Запад делает вот этот шаг для того, чтобы нас отодвинуть от России поближе к себе или он действительно вот дает сигнал, что не должна быть война в этом регионе, во всяком случае в этом году, в этот период? В первую очередь нужно сказать, что этот год переходный год, в этом году мы знаем, что в некоторых частях мира, вот можно так сказать, проходят выборы, сегодня уже последний день выборов в России, но для всего мира более важен ноябрь, когда будут выборы в США, и вот в этих переходных процессах Западу более всего нужна стабильность. И эта стабильность нужна в первую очередь в тех отрезках, где, можем сказать откровенно, до 24 февраля 2022 года было ключевое влияние России. Конечно, Западу хочется отодвинуть Россию из тех мест, где только это возможно, но конкретно по Армении, я думаю, что нам здесь важнее то, можем ли мы свои интересы как-нибудь вот положить под этот соус или не можем. Нужно сказать, что кроме этого, кроме этого интереса отодвинуть Россию, у Запада, хотя бы у части Запада есть другие интересы. Например, у Франции есть интерес появиться и стать ключевым игроком через Армению не только в Южном Кавказе, но и во всем Ближнем Востоке. У Германии есть интерес, и этот интерес заключается в том, чтобы после Второй мировой войны начинать вот собирать возможности и стать центром силы, потому что до сегодняшнего дня можно сказать, что даже в составе Евросоюза Германии не было центром силы и только вот война в Украине вот такую возможность дала Германии стать центром силы одной из немногих в постамериканском мире, потому что постамериканский мир из себя представляет мир, где есть несколько центров сил, не только США и, может быть, и Китай будут соревноваться, а соревноваться будут несколько центров. И Германия хочет стать одной из них. У них тоже вот такие интересы есть. У Индии, у Китая есть интересы. Вот через Армению два коридора могут пройти, один север-юг, один средний коридор, о котором много говорят. И вот все эти интересы, кажется, могут как-нибудь так или по-другому использоваться Арменией для достижения своих некоторых целей. И вот в этих условиях нужно сказать, что то, что Армения пытается сейчас прямо говорить и с Турцией, и с Азербайджаном, конечно, прямо говорить не означает исключать всех других акторов, а означает то, что Армения может где-нибудь встретиться с представителями, например, в Турции. Например, Пашинян может встретиться с Эрдоганом. И вот на этой встрече может не бить никого другого. И они могут просто говорить друг с другом и понять некоторые вещи. Вот в последнем интервью Пашинян говорили о том, что есть некоторые вещи, о которых у нас были совсем другие понимания. А после прямых разговоров вот эти понимания меняются и в Анкаре, и в Ереване. То есть процесс такой, что у Армении есть возможности. Вот эти возможности нужно реализовать. А для этого в первую очередь нужно не бояться ничего. я подразумеваю не только не бояться прямо общаться с Турцией и Азербайджаном, но и не бояться сказать, нет, если где-нибудь, кто-нибудь, будь это Турция или Азербайджан, будь Россия, будь даже Евросоюз или Соединенные Штаты, попытаются подтолкнуть нас, чтобы перейти красные линии. Кстати, я поблагодарю всех, кто продолжает писать добрые слова. Мы сегодня достаточно в раннее время делаем эфир. Это 14.00 обычно мы вечером делаем. Поэтому я благодарю всех, кто сейчас смотрит эфир, кто оставляет комментарии, кто вечером будет смотреть. С Робертом Гевонзианом мы достаточно редко делаем эфиры из-за того, что все время графики не совпадают. Ну и, собственно говоря, господин Гевонзиан – это один из тех людей, которые бывают всегда и на интервью на разных каналах, один из немногих, кто очень спокойный всегда, всегда уравновешенный. Знаете, у нас есть очень немало людей в нашей аудитории, которым нравятся именно уравновешенные, спокойные люди, которые спокойно излагают свои мысли. Но с точки зрения большого количества просмотров, Роберт, к сожалению, наша эмоциональная публика в общем стране очень любит людей, которые кричат, дерутся, орут, матерят. Но это очень хорошо, что у нас есть такие собеседники, как вы, поверьте, уважаемые, поверьте, принимаемые. И вот в этом лоне мне тоже спокойно с вами беседовать, когда ты понимаешь, что не надо ни спорить, ни артистичать. Это очень-очень важно, и мы вас за это благодарим, потому что у нас очень большая аудитория, среди которых много уважаемых людей – и юристы, и доктора, и прокуроры, и учителя. И им нравится именно такая стилистика беседы – спокойная, при этом по факту. Роберт, хотел бы у вас спросить по поводу тех людей, которые являются армянами или армянками, работают в различных российских компаниях или в посольстве, или в Доме Москвы, и при этом защищают интересы России, проживая в Армении, зная какой мы ситуации. Вы знаете, мои подписчики говорили о том, что у российских компаний есть черная касса в Армении, они передают деньги в посольство России в Армении, само посольство половину денег обратно выплачивает спящим и не спящим агентам России, лицам в том числе армянской национальности. И все эти люди оказывают свое влияние, с левых анкет, с своих анкет пишут что-то, распространяют клевету, негатив в адрес Армении. Достаточно ли инструментов есть у государства и используют ли эти инструменты государство, правительство и силовые службы для того, чтобы минимизировать или локализовать эти силы, которые наносят вред армянской государственности? Как вы думаете? Это раз. И во-вторых, правильно ли я понимаю, что иногда эти инструменты невозможно использовать из-за того, что это может быть антидемократичными шагами, которые будут восприняты как нарушение свободы слова и так далее и тому подобное. Хотелось бы узнать ваше мнение. В первую очередь благодарю за теплые слова и вам, и нашим зрителям. Что касается людям, которые по национальности армяне, но работают не только в Республике Армения, но и, скажем, в России, в других странах и защищают интересы России, с одной стороны их можно понять из-за того, что они не думают, что интерес Армении быть самостоятельным государством – это самое важное. Для них самое важное – это физическая безопасность людей. Я понимаю таких людей, потому что у них есть боязнь за себя, за своих родных и так далее. И они думают, что если Армения будет, скажем, частью России, то безопасность будет побольше, чем до этого. Конечно, это мнение несколько изменилось после начала войны в России, в Украине. И нужно сказать, что людей, которые так думали, тоже сейчас поменьше, чем было до этого. Но, конечно, есть и такие люди, которые просто работают в этом направлении и получают за это и финансовые, и другие возможности. И для Республики Армения очень важно найти таких людей, разоблачать. И для этого нужно было уже в 18-м году, после революции, начать процесс иллюстрации. Но правительство Армении отказалось от этой идеи. Я не знаю, в чем причина, но нужно сказать, что они выбрали вот этот путь, они отказались сделать иллюстрацию. И многие люди до сих пор остаются вот в этом статусе и продолжают работать против армянской государственности. Конечно, это проблема. Эту проблему нужно решить, если не путем иллюстрации, тогда используя хотя бы другие возможности, другие инструменты. Одним из этих инструментов могло быть исключение российских каналов в вещательных программах армянского телевидения, о которых много говорят. И для этого повода, не знаю, хоть добавляй, хоть отбавляй. И нужно сказать, что было конкретное время осенью прошлого года, когда можно было это сделать, не думая ни о чем. Потому что там были несколько программ, один из них, думаю, очень знаком армянским зрителям, которые просто не совпадали с законом Армении, не прежними законами, не новыми законами. И еще раз армянское правительство не выбрало этот путь. И продолжаем до сих пор, так в кавичках, принимать то, что на нас обрушает российское телевидение. Но есть другие инструменты тоже. Здесь, по-моему, не хватает только воли у правительства Армении, чтобы вот эти инструменты использовать, найти этих ячеек влияния против армянской государственности. Я не говорю влияние России, потому что россияне однородны. И нужно сказать, что в России тоже есть здоровые ячейки, есть здоровые люди, здоровые политики, с кем можно говорить, с кем можно планировать дальнейшее общение Армении и России. И, конечно, они в основном не входят в нынешнюю влясть в России, но никакая влясть не вечна. И нужно сказать, что по всем прогнозам влясть в России в скором времени поменяется. Это не означает, что придут люди, которые будут друзья Армении или будут антипутинисты или кто-то такое, но поменяется. А поменяется, меняется может и внутри Дворцова, скажем, может быть кто-нибудь, кто сегодня сторонник нынешней влясти, а завтра придет, и политика России поменяется на 180 градусов. Может и так быть, потому что в политике очень много таких примеров. С ними нужно говорить, с ними нужно общаться, с ними нужно контакты не потерять и нужно ждать лучших времен. Нужно еще, я добавлю, чтобы армянское руководство тоже поняла, что Россия неоднородна, что Путин это не Россия, что влясть России, которую возглавляет Путин, тоже не Россия. И нужно, чтобы армянские влясти, армянские чиновники. И, конечно, процесс, который меня очень радует, движение к Евросоюзу, движение к Западу, очень важен. Но очень важно в этом процессе не терять контакты и не терять возможности, которые можно использовать и в армянно-российских отношениях. Они сейчас малы, они сейчас проблематичны, но никто не говорит, что таки останутся вечно. Потому что по-любому в будущем, после Путина, после путинской России, какая бы Россия ни была, вот эта Россия останется игроком в нашем регионе. И какие бы западные возможности у Армении ни были, Армения тоже останется региональным государством, у которого будет обязанность как-нибудь, не знаю, больше или меньше контактировать с той Россией, как, скажем, Армения пытается сейчас контактировать с Турцией, с Азербайджаном. У нас, конечно, очень хорошие отношения с Ираном и Грузией, но это не означает, что отношения должны быть или так, как с Ираном и Грузией, или так, как с Турцией и Азербайджаном. То есть не плюс и минус, там есть очень много разных уровней отношений, в которых мы должны себя найти и с Россией, с будущей Россией. Я полностью с вами солидарен и очень, кстати говоря, надеюсь, что все это учитывается. Но и с другой стороны, давайте не будем забывать, что в мире и в регионе все настолько непредсказуемо, даже взять бы поведение российского руководства, что мне кажется, иногда вопросы решаются не в среднестрочной перспективе, не в долгосрочной, а по мере поступления. Вы согласны? Вот мне иногда так кажется, судя по тому, какие иногда визиты неожиданно происходят со стороны руководства Армении. Это и министр на здравомых делах, Мирзаян, и министр обороны Сурэм Папикян. Один такой вопрос, немножко необычный, нейтральный. Вы знаете, наши зрители и слушатели в YouTube-каналах тоже, где будут смотреть это интервью, видят и в каналах видеохостинга, и на телеэкранах, и вас, и много других политологов, экспертов. Кстати говоря, каждый месяц мы видим новые лица, каждый месяц такое впечатление, как грибы после дождя, еще 10 экспертов, еще 10 экспертов. И вы, в принципе, человек, который достаточно хорошо разбирается в людях, судя по тому, что я наблюдаю за вас, вы неплохо разбираетесь в людях, и вы сидите за круглым столом, где сидят такие же люди, как вы. Возможно, что со многими вы не согласны в том, что они говорят, но есть две категории людей, которые с вами беседуют, с вами дискутируют. Это люди, которые любят Армению так же, как вы, но просто говорят то, с чем вы не согласны. А есть вторая категория, которые работают на третьи силы, неважно, Россия это или не знаю, какая другая третья сила, получают откуда-то финансовую подпитку, но понятно, что без нее полностью жить невозможно, но одно дело, когда эти люди это делают в редакции, работая, а совсем другое дело, когда они просто получают за то, чтобы вести антиармянскую какую-то политику. Вот мне интересно, вы всегда хладнокровные, вот как сейчас, с людьми, которые вас чисто как армянина раздражают, или вы показываете им свое недовольство тем, что меньше с ними спорите и даете понять, что мне не о чем спорить с человеком, который не искренен, даже если он, скажем так, не совпадает с вами. То есть как вы, учитывая то, что вы не эмоциональны, как вы реагируете на людей, которых считаете не патриотами, или скорее даже врагами Армении, но с которыми вы сидите за одним столом на телеэкранах, ну на телевидении или на каких-то площадках? Ну я пытаюсь не быть эмоциональным, иногда может быть и не получается, я не знаю, эту оценку должны дать зрители, а не я. Ну, с людьми, которые говорят то, что не совпадает с моей точкой зрения, я пытаюсь говорить с фактами, я пытаюсь вот эти факты им представлять, и пытаюсь услышать, что они думают об этом. Но я повторюсь, есть люди, которые не только получают финансы, может быть им дают что-нибудь, может быть не дают, но есть люди, которые думают, что иметь государство в 21 веке Армении незачем. И они думают, что мы, люди Армении, можем лучше жить, лучше себя чувствовать, если мы будем частью России. Конечно, это люди, которые работают за Россию. Есть и люди, которые работают за, скажем, Турцию, и думают, что Армения может быть лучшим государством, если Армения будет вилляетом или чем-нибудь еще. Конечно, одно другому противостоять я не буду, российская Армения или турецкая Армения, потому что для меня обе эти направления никак не принимаем. И быть турецким или быть российским для меня одно и то же. Потому что если нет государства Армении, то неважно, это Армения будет турецким или российским. Есть люди, которые говорят, что если Армения будет, скажем, турецким или чем-нибудь еще, то мы имеем физическую проблему, проблему физического, не знаю, койа-тайвман, питья, питья. Да, да, да. А россияне или Россия не убивают нас. Но я скажу другое. Если мы смотрим на историю, то Россия убивала не сразу, как, скажем, турки в 15-м году, а Россия убивала нас культурно, нас цивилизационно. И нужно сказать, что еще очень большой вопрос, какой способ из этих двух уничтожений более суров и более неприемлем. И, да, существование. Спасибо за подсказку. Физическое существование, это очень важно. Но если у тебя нет собственной культуры, нет собственного достоинства, нет собственной цивилизации, Армения, Армяне, это древняя цивилизация, у нас есть такие признаки, которые нет ни у кого больше. Такие отдельные части цивилизационные. И нужно сказать, что лично для меня, как армянина, как гражданина Армении, очень важно, чтобы Армения существовала как отдельное государство. И это я буду подробно, как премьер-министр говорит, это не теорема, это аксиома в этом случае. Армения должна существовать как отдельное государство, потому что если Армения отдельное государство, то у армян и у всех граждан Армении, не только у армян, есть возможность сохранить свой цивилизационный код, сохранить свою культуру и развиваться, стать частью цивилизационной корзины мира и не попадать под влияние разных других цивилизаций, которые могут, которые могут, как скажем, в советское время, изменить цивилизационный код Армении или армян. Вот мы очень много таких, сталкиваемся с такими проблемами, как изменившийся человек. Он армянин, но он не думает, как армянин, он не играет свою роль в политической жизни или в жизни других отраслей, как армянин. И он больше, скажем, россиянин, американец, не знаю, француз или что-то еще, но не армянин. И чтобы сохранить вот это армянское, нам очень нужно, и это все мы очень нужно, иметь свою государственность, иметь Армению, республику Армения и быть частью вот этой цивилизационной корзины мира как отдельной цивилизации. Я еще раз напомню, что мы беседуем с Робертом Гевондзианом. Роберт, по поводу, я бы хотел спросить вас, по поводу конфликта в Украине, потому что все, по сути, сейчас крутится в мире вокруг вопроса Украины. Конфликт, мы видим, что длится уже более двух лет. И, судя по всему, весь этот год конфликт будет продолжаться. Возможно даже, что в этом году будет более острая фаза, чем, условно говоря, первый год, когда Россия наступала и занимала Харьковскую область, когда она оказалась вообще возле Киева. Второй год, прошлый год, когда были какие-то надежды на контрнаступление украинской армии, оно провалилось. В этом году мы видим, что, во-первых, Украина более агрессивно обстреливает. Вот сегодня ночью, например, мои друзья проснулись в 4 утра в Домодедово, это город Домодедово, возле Москвы, от взрывов в своих дворах. Даже аэропорт Домодедово, Жуковский какое-то время вообще не работали, если я не ошибаюсь, примерно 5 часов. В этом году мы видим, что Украина более агрессивно обстреливает российские города. Я уже не говорю про поведение России. Потеряли Авдеевку украинские войска. Сейчас российские войска в каких-то участках продвигаются. Говорят, что они уже на окраинах Работино. Это тоже очень важный населенный пункт, узловой. С другой стороны, Зеленский говорил о том, что в этом году будет много сюрпризов. И мы видим, что то, что он говорил про беспилотники, что они действительно в действии. Потому что, на самом деле, если Россия говорит, что она каждый день, а я верю, сбивает большое количество беспилотников, другая часть, мы видим, попадает по этим нефтеперерабатывающим комбинатам. В комплексе это нужно понимать, что действительно Зеленский говорил правду, что у них есть вот такие вот силы, большие в плане, количество беспилотников, которые они могут использовать. И если они уже сейчас только их используют, то что же будет вообще в летнее время? Или в случае крупномасштабного наступления российской армии, который тоже прогнозируется? Почему? Потому что все говорят, что Россия навряд ли будет сидеть в окопах, то есть она пойдет вперед, потому что другого пути у нее нет. И мы видим, что западный округ она создала. Говорят, что есть риск боевых действий через уже два года с прибалтийскими государствами. Вот скажите, пожалуйста, насколько все-таки конфликт в Украине влияет на события в Закавказе по-вашему? То есть ситуация на наших границах и ситуация, связанная с тем, что Азербайджан и Турция могут или хотят начать в дальнейшем какие-то боевые действия на каком-то отрезке Армении. Насколько вообще украинский вопрос влияет на все, что происходит в нашем регионе? И какой у вас прогноз, хотя я знаю, что прогноз – это неблагодарное дело, какой у вас все-таки прогноз решения вообще вопроса Украины? Что будет по-вашему? Нужно сказать, что в очень большой степени влияет как и на все в мире, так и на Закавказе и на армяно-азербайджанские отношения. По вопросу Украины есть две точки зрения, которые по ровной мере, я думаю, что возможны. И первая точка зрения о том, что Россия попробует использовать тот лаг, который появится, когда, скажем, в Соединенных Штатах начнутся дебаты конкретно. Вот это, наверное, август, сентябрь, октябрь до первых дней ноября. Вот это время. Конечно, для того, чтобы нейтрализовать этот риск в Европе, в частности, пробуют новые альянсы организовать. И об одном из этих альянсов мы уже можем сказать. Это польско-французско-немецкий альянс. Макрон, Шольц и президент Польши, не помню фамилии, несколько дней назад уже объявили о том, что они повышают ставки в Украине и будут передавать не только финансовые возможности открывать для Украины, но и оружие, новые виды и новое количество оружия они будут передавать Украине. Другие альянсы тоже есть и будут создаваться до вот этой времени, до конца лета. И другая точка зрения о том, что до выборов в Соединенных Штатах ни Россия, ни Украина таких резких движений не будут сделать. Это тоже возможно, если учесть то, что у Трампа все еще остаются возможности стать президентом Соединенных Штатов. Мы понимаем, что если это произойдет, если Трамп станет президентом, то Украине придется очень туго и то, о чем сказал римский папа, может стать реальностью. И в России очень много ставки на этот исход выборов в Соединенных Штатах. Но есть здесь несколько проблем. Первая проблема в том, что еще неизвестно, допустит ли Трампа к выборам, потому что Верховный суд Соединенных Штатов еще должен вынести свой вердикт по этому вопросу. Там штат Джорджия и Иллинойс, если я не ошибаюсь, запретили Трампа участвовать в выборах и Верховный суд должен по этому вопросу решить, останется ли это в селе или нет. Если останется это в силе, значит, Трамп не сможет участвовать в выборах. И если даже он будет участвовать, еще не факт, что у него много шансов на успех, мы можем сказать, что по последним данным у Байдена на процент больше, чем у Трампа во всем Соединенных Штатах. и, хотя это не факт, потому что там система выборов другое, не так, как, скажем, у нас. Там не важно большинство за кого, важно в ключевых штатах большинство за кого, потому что система выборов, как я сказал уже. Там другое, там от разных штатов разное количество людей, которые должны в конце подтвердить или выбрать Трампа или Байдена. И нужно сказать, что, хотя не факт, что у Трампа большие возможности, но эти возможности есть. Если в России поставят в конечном итоге на то, что нужно идти вот этим путем и нужно ждать победы Трампа, то сыграет вот второй вариант, который мне сказал, что русских движений, наверное, Россия не сделает, а Украина точно не сделает, потому что в это время большой поддержки ждать от Украины, в Украине от Соединенных Штатов не придется. И мы получим то, о чем я сказал уже в начале нашей беседы, то, что год будет действительно переходный во всех смыслах этого слова и будем ждать ключевых изменений в 2025 году уже. А если, скажем, процесс пойдет так, что Верховный суд запретит Трампа участвовать, то есть в России вообще этот шанс будет нулевой, что Трамп может выиграть, то здесь можно ожидать резких движений в первую очередь от России и здесь очень важно будет уже поведение этих альянсов в Европе. Будут ли они стоять до конца, будут ли они использовать все свои возможности, чтобы поддержать Украину или нет. И мы об этом наверное будем думать уже по стечению обстоятельств и все это отразится на Армении тоже по двум уже направлениям. по первому если Россия ждет выборов, то тогда процесс будет продолжаться так, как течет уже много времени. Наверное, Азербайджан больше не уйдет от переговоров на западных площадках и процесс пойдет до наверное конца года без резких изменений не будет по всей вероятности не будут согласованы вот ключевые вопросы три ключевых вопроса о которых говорят вот так называемый Зангезурский коридор делимитация и демаркация границ и вопрос анклавов. Если даже что-нибудь подпишут Армения и Азербайджан то это будет какая-то карта последующих действий и там по всей вероятности ничего не будет об этих трех ключевых вопросах а по другому сценарию может и процесс пойти назад так как было до выборов Алиева и по другому сценарию если в Украине будут ключевые процессы если попытаются россияне атаковать по всему фронту попытаются что-нибудь изменить до выборов то Азербайджан может Алиев может еще раз отказаться от процесса Алиев может какие-то маленькие проблемы создавать на границах может конечно не полномасштабную войну но военные действия начинать например по товарищескому направлению и так далее нужно следить по всем вопросам одновременно и нужно иметь разные сценарии готовые которые нужно будет использовать по разным вариантам я очень надеюсь судя по всему после выборов вот вы тоже произнесли слово выборов но на самом деле выборов нет есть просто слово выборы а выборы это то что было в Армении когда люди честно выбирали а Путин все что хочет то и нарисует по результатам выборов я тем не менее знаю что после выборов ситуация будет нехорошая это лето это крупномасштабное наступление это возможная мобилизация не знаю про закрытые границы но в принципе невыносимые условия это тоже уже закрытая граница когда такое количество нелепых законов я кстати говоря уже два месяца стараюсь не критиковать армян России потому что за последние два-три месяца было принято дополнительный пакет таких законов которые абсолютно сводят на нет возможность человека и не важно армянин он или русский или азербайджанец но россиянин то есть сводят на нет вообще какую-либо свободу волеизъявления или высказывание какой-то точки зрения то есть вообще исключено поэтому в этой ситуации это нечестно иметь аудиторию неважно маленькую или большую и продолжать критиковать армян россии да как бы и об этом я несколько месяцев уже их не критикую потому что дальше уже некуда их ситуация очень плачевная вот Роберт последний вопрос на этом сегодняшнюю беседу мы завершим я хотел бы у вас спросить по поводу того что делает министерство иностранных дел потому что у нас вот после революции очень часто были тряски в министерстве иностранных дел это Зураб над Саканьян который после войны ушел в отставку потому что на самом деле как мне кажется возможно я ошибаюсь оказался слабым человеком не готовым взять на себя ответственность да потом Арай Вазян которого в министерстве иностранных дел называют главной лисой в Армении там вот у меня есть люди у меня есть свои люди в министерстве иностранных дел которые со мной не официально беседуют и они говорят что такой хитрой лисы как Арай Вазян в Армении вообще нет но это их эпитеты я не согласен с ним и не против просто я говорю что они говорят и вот Арарат Мирзаян который встал на этот пост как вы вообще оцениваете работу Арарата Мирзаяна не только в политическом да виде а как руководителя который отвечает за посольство Армении в различных государствах может быть у вас есть какие-то тоже замечания может быть там проблемы в диппредставительствах продолжаются как он руководит посольствами и как он работает как министр довольны вы или недовольны если недовольны то чем недовольны если вы считаете что что-то надо откорректировать или дополнить ему может быть вы об этом скажете пожалуйста смотрите в первую очередь нужно сказать что Арарат Мирзаян и вообще министрство иностранных дел работает в том ключе которое вообще армянское руководство выбрало для себя и этот выбор был сделан после событий 13-14 сентября 2022 года и нужно сказать вот в этом ключе можно оценивать работу Мирзаяна удовлетворительно потому что он использует все те направления где возможно чтобы Армения что-нибудь вот Покель что-нибудь приобрела можно сказать вот так здесь не важно это то что Армения приобретет это будет маленькое большое приобретение но там где есть возможность для Армении что-нибудь реализовать куда Арарат Мирзаян едет там Арарат Мирзаян говорит и говорит по интересам республики Армения и оценивать с другой стороны оценивать Арарата Мирзаяна отдельно я не браться потому что это как я уже сказал общая тенденция общее направление внешней политики армянского руководства нужно сказать что только в одном я не согласен с вообще армянским руководством не только с Мирзаяном в том что армянское руководство боится и не делает резких движений по России потому что сами политики сами официальные лица республики Армения говорят что то что например мы пока еще находимся в дейуре в ОДКБ это мешает нам по другим направлениям в некоторых случаях конечно говорят что в некоторых случаях не мешает но есть случаи они сами признаются что мешает нам приобрести возможности которые могли бы прибить если бы мы не были в ОДКБ надеюсь что эта ситуация изменится в скорейшем времени и Армения будет действовать порезче и будет принимать решение взвесив возможности первых сделать это и вторых не сделать этот шаг еще нужно сказать что по Мирзаяну по последней вот последней его выступлению в Национальном сооткране в Армении он пытается пойти по пути легализированных действий и мало действий у меня такое впечатление которые могли бы квалифицироваться как рискованные для Армении вот таких действий кажется очень мало и хотелось бы чтобы Министерство иностранных дел как и все руководство в некоторых случаях пошли на риск например одно такое действие есть до сих пор это принятие римского статута Армении и мы видим что прошло 6 месяцев после того как Армения приняла римский статут и до сих пор таких не знаю душераздирающих вызовов для Армении нет Ларс не закрыт например цена газа остается тем которые были до этого отношения между Арменией и Россией конечно немножко ухудшили сравняя с отношениями до принятия но это не привело к таким проблемам для Армении которые невозможно решить и нужно сказать что также нужно относиться к другим вопросам очень много таких вопросов где армянская власть и армянское руководство в целом не решается сделать шаги думая что после этого обрушатся проблемы но эти проблемы не обрушатся потому что так или не так Россия сегодня делает почти все что есть у него в оружейнике принимает все возможности пятая колонна делает то что может проблемы для армян России о чем вы сказали я совершенно согласен с этим не только проблемы с ухудшением положения по законодательству но и проблемы для них конкретно и многие армяне там просто говорят против армянской государственности из-за того что они могут сказать другое если они скажут другое то они это проблема для их физического существования просто проблемы которые Россия пытается создать для Армении через Азербайджан вот прокси проблемы для Армении это тоже имеет место и нужно сказать что только одно Россия вот если быть очень эмоциональным только одно Россия к Армении еще не использовала прямо не ударила по Армении как скажем было в Украине или в Грузии но здесь нам немножко повезло нужно сказать у нас нет общей границы с Россией а через Азербайджан есть трудности о которых я уже сказал неохота Алиева начинать против Армении какие-то действия как размечала смешно неохота ну да и еще то что Россия сейчас в таком положении что не может очень что-то очень большое и ценное предложить Алиеву чтобы он попал под вот этот риск начинать еще одну одну войну исход которого неясен чтобы не сказали и нужно сказать вот во всех этих реалиях хорошо было бы чтобы армянское руководство действовало побольше не боясь и побольше не мешкая и в этом контексте работу Арата Мирзояна как я уже сказал можно оценивать как удовлетворительную и нужно сказать что Мирзоян несмотря на эти мешкания или боязни руководства Армении действует по возможности своих не знаю наверное челябических ресурсов и по возможности ресурсов Республики Армения на данный момент надеюсь и прогнозирую что вот эти возможности увеличатся со временем и тот же Мирзоян и другие представители армянской плястии будут говорить и делят больше чем сегодня Ну что интересно было пообщаться такой необычный дневной эфир господин Гевуундзян попросил чтобы мы делали днем эфир вообще обычно мы делаем вечером когда зрителей бывает в 3-4 раза больше но с другой стороны дневной эфир потом другие кто заходит на ленту они нажимают смотрят я очень рад что мы сумели пообщаться постараемся почаще говорить но вообще я очень рад что нету какой-то острой фазы конфликта и соответственно нету таких прям очень супер важных тем которые необходимо все время перемалывать пусть дай бог будет поменьше повода вообще о чем-то беседовать чем когда у нас каждый день что-то происходит и приходится все время всем выходить в эфир высказывать свое мнение люди действительно с одной стороны устали от войны кстати говоря в Азербайджане тоже очень многие об этом говорят просто стараются неофициально писать а с другой стороны мы всегда должны быть дисциплинированными тренироваться покупать оружие чтобы защищать свои границы то есть расслабляться никто не может потому что Алиев тоже продолжает закупать оружие и завтра неизвестно что ему скажет Эрдоган или как вообще повернется история это мы хозяева своих слов а другие игроки не хозяева своих слов давайте про это не забывать поэтому надо всегда быть дисциплинированными усиливать свою родину свою страну и еще раз напоминаю всем моим подписчикам что главное правило успеха во всех делах это дисциплина там где нету дисциплины там никогда не будет победы там никогда не будет успеха а дисциплину многие наши армянские братья и сестры не любят и не любят блогеров и журналистов которые делают замечания по поводу дисциплины вот я надеюсь что никто не будет на это обижаться спасибо вам и еще может быть какие-то слова напоследок и на этом мы закончим эфир пожалуйста да и вам спасибо и всем нашим жителям за теплые слова и за возможность общаться до свидания спасибо спасибо